1714 год Достоверно известно, что уже в 16 веке остров Кижи был центром Погоста – территориальной единицы, на которой издревле делились новгородские земли. В 15 веке земли Новгорода отошли Москве, но деление на Погосты сохранилось. Погост – это как современный большой район. Церковь в центре Погоста для всей этой территории была смыслом единства крестьянской жизни, смыслом единства всех этих жителей. Сюда к церквям Погоста приезжали для того, чтобы заслушать какие-то указы. Здесь вершился суд в свое время. Здесь происходила раскладка и сбор налогов в определенное время. 18 век – это начало 18 века. Это время, когда на месте старых сгоревших церквей, сгоревших в 17 веке, начинают в центре Спаса Кижского Погоста, на острове Кижи, начинают возводить новые храмы. Сегодня остров Кижи – центр культурной и туристической жизни. Сюда приезжают десятки журналистов со всего мира. Здесь снимают документальные фильмы о красивейшем месте на земле. Ну и, конечно, миллионы туристов. Многие возвращаются сюда снова и снова. Такой красивый ансамбль и вместительный ансамбль, две церкви и колокольня, он строился не для одного острова Кижи протяженностью 7 километров. Эти церкви объединяли вокруг себя 130 деревень, которые находились на материке. Вот вы видите материковую часть. И даже некоторые дома старинных деревень до сих пор еще существуют. Изумляет вот это вот то, что сделано руками человеческими. Вот эти деревяшечки друг к другу прикреплены, до сих пор они стоят и способны поражать. Ну, конечно, это великолепно, замечательно. Нет предела человеческим возможностям. Крестьяне Кижской волости были богатыми. Убранство церквей приобреталось на деньги крестьян. Многие уезжали в Петербург, становились мещанами, но никогда не забывали и не порывали с малой родиной и все время дарили деньги на церковь. Гениальное решение зодчих – храм со всех сторон выглядит одинаково. Преображенскую церковь было видно далеко с озера, с разных островов. Основой церкви является восьмерик, центральная часть его. Это восьмигранный сруб, который поднимается до уровня третьего яруса главок. Но восьмигранный сруб невозможно выстраивать все выше, выше, бесконечно высоко. Для того, чтобы увеличить высоту храма, на основной восьмерик поставили еще два. Один меньше второго. Получился такой каскад из трех восьмеряков. И для того, чтобы расширить внутреннее помещение церкви, к основному нижнему восьмеряку прирубили еще четыре крыла прируба прямоугольных, которые образовали в результате крест равноконечный. Чтобы постепенно поднять церковь, как бы вот этих плоских берегов острова, каждый из прирубов сделали двухступенчатым. И получилась такая лестница, каскад всего. Даже специалисты богословы считают, что многоглавие – это всего лишь архитектурное решение. И не усматривают в этом какого-то особого символизма. 22 главки Преображенской церкви придают ей праздничность, торжественность, а еще многоглавие вторит массе островов в Онежском озере. Силуэтом церковь напоминает ель. Таким образом, органично вписывается в ландшафт, в те еловые леса, которые росли на островах. Церковь абсолютно гармонична с точки зрения внешнего облика. Другое дело строительная конструкция. Сейчас реставраторам приходится исправлять ошибки, допущенные при строительстве. Было известно и до реставрации, что конструкции деревянные, они не способны нести такие большие нагрузки. То есть те, кто строил эту церковь, они были очень хорошими плотниками, очень хорошими зодчими. Они знали красоту, они чувствовали красоту, пропорции. Очень хорошо вписывали именно церковь, вписали в этот ландшафт сюда, в островной. Но у них не хватило тех знаний, но тогда еще не было таких знаний по инженерных, по прочности. Борьбу с деформациями Преображенской церкви начали с укрепления фундамента. Сейчас это железобетон, мощный ленточный фундамент. Глубина заложения около двух метров. Это ниже глубины промерзания грунта. Раньше у церкви был очень слабый фундамент. Это была траншея от 50 до 80 сантиметров глубиной, заполнена вот этими самыми камнями. И все. То есть траншея с камнями. На них было установлено вот это сооружение массой 600 тонн. Камни, на которых стояла Преображенка, сохранили, только укрепили их цементно-известковым раствором. Раньше раствор был просто известковый, но посчитали, что это слишком слабо для такого мощного сооружения. Венецианская хартия – это самый главный международный профессиональный стандарт реставраторов. Она как раз и говорит о том, что если традиционными методами нельзя достичь желаемого результата, то реставратор обязан применять самые современные научные методы, способы для сохранения памятника. Преображенская церковь условно разделена на семь реставрационных поясов. С помощью специального подъемного оборудования реставрационные пояса последовательно, начиная с нижнего, разъединяют и приподнимают, перераспределив вес, находящийся выше части церкви, в настоящий внутри нее металлокаркас. Затем каждый пояс демонтируют и отвозят в реставрационный комплекс на острове Кижи, где с ними круглый год работают реставраторы. При этом кровельные конструкции остальных поясов продолжают функционировать, защищая памятник от влаги. Главный хранитель Александр Любимцев считает, что для названия метода, с помощью которого реставрируется храм, больше всего подходит русское слово «переборка». Только эта переборка усилена многими технологическими новшествами и изобретениями. Уникальность этого способа состоит в том, что каждый из реставрационных поясов может извлекаться из сруба и перебираться по отдельности. Это исключает полную раскатку сруба и сохраняет экспозиционную целостность памятника, что в условиях непрекращающейся экскурсионной деятельности музея очень важно. Сейчас идет работа на пятом-четвертом поясах, причем нумерация поясов идет снизу. Седьмой, семь А, семь Б, шестой, пятый, четвертый. То есть идет работа уже сейчас в середине. А по физическому объему уже большая часть сруба отреставрирована. Осталось уже меньшее количество бревен, они меньше по размеру. То есть физический объем церкви, который остался отреставрировать, он уже меньше, чем то, что сделано. Еще до разборки сруба было ясно, что состояние многих элементов катастрофическое. И придется бороться за каждое бревно. Делать это под открытым небом сложно. И руководству музея удалось добиться постройки настоящего завода для реставрации. В 2007 году открылся Плотницкий центр. Сегодня здесь работают 14 человек. Все они отличные мастера, многие потомственные реставраторы. И таких отличных условий, как музей Кижи, очень немногих музеев в мире. Ну вот что я видел, например, в Швеции, в Норвегии. Там обычно касается небольших дополнений. То есть берется элемент, если небольшие у него разрушения, да, процентов до 10 он реставрируется, то мы уже говорим, что мы можем там до 30-40% разрушенного элемента восстановить в приманодельчальном виде. Конечно, в России есть учебные заведения, где готовят плотников-реставраторов. Но главное в этом деле опыт. Многоручной, а подчас и почти ювелирной работы. С делом клеим эти вставки. Там на машинах их не подгонишься, мы подгоняем и ножовкой, ручная работа. И с рубанком подгоняем, строгаем. Все ведь это. И с кобелем строгаем. Вот эти бревна склеиваем вместе. Это же все ручная работа. Самый трудный участок реставрации позади, считают специалисты, работающие на этом сложнейшем объекте. Дальше все будет проще. Мы сейчас находимся в уровне потолка. Вот это балка, на которую опирался уже потолок неба. То есть вот этот шатер деревянный в виде усеченной пирамиды. Вот как раз вот здесь было опорное кольцо неба. Вот сюда врубались тябла. Между тяблами были иконы. Это уже реставраторы изготовили в новодельные балки потолка преруба, которые, к сожалению, не сохранились. По характеру обработки исторических элементов исследователь, реставратор может читать историю памятника. Он может определить, какая врубка. Допустим, вот эта врубка могла делаться позднее. Потому что здесь видно, что она делалась уже тогда, когда это бревно высохло. Древесина при реставрации, при замене элементов подбирается максимально идентичной той, которая была использована при строительстве. Плотность, диаметр, ширина годовых колец – все имеет значение. Вот мы здесь видим как раз балку из современной уже древесины, современной бревна. Видно, что она очень плотная. У нее очень большая ядровая часть. Это наиболее прочная часть бревна. Это сосна. То есть очень высокого качества. Это балка, поэтому сюда именно такая плотная древесина пошла на эту балку. Чем выше сруб, тем менее плотная древесина использовалась. Такое бревно легче, меньше нагрузка на нижние ярусы. Плотники 300 лет назад владели искусством подбора древесины и далеко за ней не ездили. В Зоонежье было много отличного строительного материала. Это сейчас древесину для реставрации ищут по всей Карелии. Проблемы реставрации Преображенской церкви, ее укрепления и борьбы с деформациями обсуждаются на самом высоком уровне. С участием лучших архитекторов России и мира. Профессор Берлинского университета Иенс Киклер впервые увидел Преображенскую церковь 6 лет назад. Она поразила его воображение. С тех пор он занимается изучением и разработкой методов реставрации памятника деревянного зодчества. Мне очень нравится с профессиональными людьми в России работать. Профессиональные плотники, они хорошо работают, архитекторы. И это нам поменять опыт. Это нам хорошо и России хорошо. Эксперты ЮНЕСКО, ежегодно приезжающие на остров Кижи и инспектирующие ход реставрации, высоко оценивают мастерство сотрудников музея. It's a lot of good work done on it. Проделано очень много позитивной работы и прогресс продолжается. Объект уникальный. Люди, работающие здесь, профессиональные, высоко профессиональные. Это явно, это сразу понятно. Садача очень сложная, чрезвычайно сложная. Мы таких, ну подобных этому собору мы не имеем в мире. И подобных реставрационных проектов мы нигде не видели такого масштаба. То есть проект настолько сложный и объемный. И тем не менее люди работают и работы ведутся. И мы с каждым разом, мы уже не первый раз здесь, мы видим, как это все идет по плану и вроде бы на правильном пути. По плану музея Кижи, реставрация Преображенской церкви завершится в 2018 году. А пока храм торжественно отмечает свое трехсотлетие. С юбилеем. Долгих лет жизни. С юбилеем. Долгих лет жизни.